Мои дорогие, перед вами слива, которую я поместила в кастрюлю, чуть-чуть водички, ну буквально 50 миллилитров, я ее стушила, можно протереть через сито, чтобы не было кожицы, но я перебью погружным, это мы сделаем такой соус, тоже всего набросаем, набросаем, попробуем, что получится только слива вареная, можете еще сюда к сливе, если вас созрели в это время яблоки, можете добавить немножко яблок, будет сливочное, яблочное такое пюре, оно тоже очень вкусное, а сюда мы тоже будем чеснок, острый перец, кинзы, нарежем, все что у нас есть, мы сделаем вот такой вот соус, только из вареной сливки, сейчас я это все перебью, однородную кашу такую сделаем, из вареной сливы соус получается намного такой мягче, интеллигентнее, потому что слива, если она сырая, она такая туговатая, все равно, даже если ее измельчить, чувствуются кусочки, а так будет просто сплошное пюре, все, перебиваю, все, достаточно, смотрите, какое получилось пюре, если где-то маленький кусочек, это не страшно, я не солила, не сахарила, ничего не делала, вот как она, сливка была, разлупала, косточкой вытащила и просто притомила ее немножко, если у вас слива кислая, когда вы добавите яблоко, у вас сбалансируется вкус и будет очень вкусно, все, теперь перечили подготовим, чесночок, если у вас есть, кинза, если нету зеленой кинзы, кориандр, хмали, сунели, можно мяту, базилик, я сегодня этот соус сделаю и с кинзой, с мятой и с базиликом, то есть мелко нарежу, чтобы он остался там, да, он немножко потемнеет, потому что я проварю, этот аджика, ой господи, этот соус у нас будет вареным, поэтому все травки у нас, не такой он полезный будет, как тот, который первый мы готовили, ну, я так и назову его, соус из сливы вареный, чтобы вы знали, чтобы вы ориентировали, что это совершенно два разных соуса. Так, пюре перебито и смотрите, я нарезала перец вместе с семечками, вот такими колечками, пусть в этом соусе будет чувствоваться перец острый чили, это не страшно, но он не очень острый, я его попробовала, поэтому семечки я не вытаскивала, а вот как есть, так и оставила. Чеснок еще не дошел, еще не получила чеснок, поэтому будет у меня этот соус без чеснока, перец чили и травки и специи, если есть хмели, добавлю хмели, нету, ничего страшного, базилик, мята, кинза и черный перец, соль, растительное масло, то есть все это делаю так, как говорится, на глаз. Ставлю варить это все. Так, это я поставила на огонь, видите, на плиту, сейчас посолю, все по вкусу, я не знаю, сколько у меня здесь сливы, килополтора было, но вы можете, основа соуса что? Слива, поэтому все на глаз делаем. Так, и сейчас перца, чуть-чуть чили сюда, о господи, черного молотого, закипит, перец немножко прокипит, и потом нарежем эту, скажите мне, зелень сюда, растительное масло, ну где-то на это количество миллилитров 50 растительного масла, какой у вас есть, но я не люблю с запахом масла, без запаха и без вкуса, лишь бы консистенция такая шелковитая, масло придает шелковитость соусу, поэтому вот видите, сейчас все размешаю это и будем варить. Так, я передвинула сюда ближе на эту конфорку, чтобы не подгорело, нужно помешать. Помешать. Конечно, ложечкой не половником, а лопаткой, потому что костюль у меня алюминиевая, чтобы не дай Боже не снять, сейчас я это все поменяю, не снять стружку из алюминия, чтобы она у нас не попала во время еды. Так, у меня вот в этой закусочной сливе, которую мы закрыли, есть такая водичка, вот видите, если у вас этой воды осталось много после того, как вы приготовили сливу, можете добавить ее сюда, она очень хорошо сюда подает, здесь и уксус есть, и сахар, то, что нужно, но я оставлю, потому что у меня еще сливка там есть, чтобы она не засохла, если папа с работы приедет, съест сливку, но, правда, у меня мяса нету такого количества, то тогда вылью, а так нет. Значит, сюда сейчас я добавлю сахар, соль мы уже добавили, соль пробуйте сюда, хорошие 2 столовые ложки соли пойдет, сахар и уксус, или лимонную кислоту, или лимонный сок, что хотите, я добавлю сюда лимонной кислоты. Сливка сладенькая, вот, раз, два, 3 столовые ложки будет достаточно сахара, не надо много, и лимонная кислота, опять-таки, зависит от вкуса вашей сливы, если у вас слива кислая, мама, не горюй, тогда нужно больше добавить сахара, а кислоты меньше, я не пойму, закрыто в баночке такой плотно, чего она так вот, ну, как склеивается, вот я не могу даже набрать, вы понимаете, ужас, и только свежую купила, скажу, что старая, нет, она у меня не залеживается, я добавляю везде лимонную кислоту, поэтому, вот я возьму, смотрите, ложечку такую, чайную, потому что соус любой, он должен быть кисловатеньким, если мы там добиваемся кислоты помидорами, то здесь никаких помидор у нас нету, все это перемешиваю, и можете сразу же параллельно готовить баночки, стерилизовать небольшие, потому что зеленью только прокипит, и все, не надо его варить 155 часов, зачем, мы его проварили, сливу, чтобы перебить, чтобы она мягенькая стала, и все, так, сейчас мы попробуем, какой же он на вкус, горячий, осторожно, видите, густота, бороздочка остается, прелесть, перец совсем не острый, но, ничего, пусть пока мис побудет, потому что он может открыться так, потом будет, будем плакать, что испортили соус, кислоты лимонной, тоже нужно добавить, чуть-чуть еще, полторы ложки, слива сладкая очень, сахара можно было немножко меньше, о, о, сейчас на языке уже чувствуется, так, пусть пока на маленьком огне это все кипит, а я помыла зелень, она у меня сейчас просыхает, нарежу и добавлю сюда зелень, Русенька, спаси тебе большое за баночки, и Русечка моя, папа Яни, привезла мне баночки с закрутками, вот такой размер, это для соуса отлично, я сейчас простерилизую, и закрою в них соус, смотрите, какая красота, Ирочка, дай Бог тебе здоровья, что ты собрала их, не выбросила, а принесла мне, спасибо большое, так, все, стерилизую банки, так, как хорошо, что мы с вами посадили зелень, посмотрите, базилик, какой, какая мята, какой карирандер, господи, кинза, ну это же просто красота, просто, вот сейчас это все я измельчу, и добавлю побольше, я побольше зелени, потому что здесь у нас ингредиентов немного, вот так связывайте таким, как палочку сделали, снопок такой, и нарезаете, ой, какие ароматы, боже, как они перепутываются между собой, смешиваются, ничего, что они немножко потемнеют, когда вы добавляете сухие травы, они же все темные, правда, я базилика тоже насушила, правда, еще не ломала, просто так, листочками лежит, все, ну, побольше, побольше, конечно, зелени, если у нас есть, то почему бы и нет, все туда, к соусу отправляем, пока не перемешиваем, пусть наверху будет, потом перемешаем, это еще не все, вот еще шпучок, так, не купишь в магазине такую зелень, не купишь, меня спрашивали на прямом эфире, на зиму я что-нибудь буду садить в горшочки, то я сказала, что тумин, я не знаю почему, я как обычно тумин, в горшок высаживаю, и меня всю зиму, в этом году, прямо какой-то заколдованный круг, может еще раз куплю последний, но у меня два розмарина, вы знаете, благодаря лилианочке, два розмарина, один я хочу, там он пустил, такие какие-то, знаете, корни воздушные, от веток, которые на земле лежат, я его хочу утеплить хорошо, накрыть, и с Божьей помощью, я думаю, он перезимует, а второй, конечно, вместе с землей, возьму глубокий, или горшок, или ведро, и посажу в ведро, занесу в дом, вот и будет у нас, зимняя травка, муравка, так, все, зелень полезли, сейчас закипит зеленью, и будем закатывать в банки, так, ну что, мои дорогие, стою возле этого соуса, не отхожу, потому что надо, чтобы он хотя бы минут 10 проварился, все-таки и перец, и зелень эта вся, но стреляет он, ой, вообще, просто караул, все, теперь я могу уже взять половник, пусть он немножко простерилизуется, а банки я стерилизую, стерилизую одновременно, чтобы баночка была горячая, чтобы не лопнула, так, что я вам скажу, сколько я бросила, 4 перца, или 5, горечи пока нету, но не спешите, он может постоять, и станет горький, аромат вы не представляете, значит так, вы видели, я уже не помню сколько, поэтому извините, если внизу рецепт будет немножко не такой, то видео пересмотрите, соль, сахара, в зависимости от сладостей сливы, и лимонная кислота, или уксус, или лимонный сок, добавляете для кислоты, потому что, опять-таки, количество зависит от кислоты сливы, у меня слива не кислая, я добавляла полторы чайные ложки, вроде бы, так, и сейчас будем заливать в баночки, и все, вкуснейший соус готов, этот соус можно хранить не только в холодильнике, знаете, какой цвет красивенький, его можно хранить, он стерилизованный, его можно хранить, и в более теплом помещении, так что, мои дорогие, ничего сложного нету, сюда можно использовать сливы, более такие, знаете, помятые, где-то, может где-то подпорченные, вы обрезали, потому что, мы его варили, этот соус, старайтесь нарезать зелень, видите, у меня она, он провисает, помельче, так, опа, зелень упала, можно вообще, зелень перебить погружным, и будет, будет как паста, это, это вы уже смотрите сами, как вы хотите, так, и закручиваем, сейчас я вот оботру, и покажу вам цвет, так, наливаем следующую баночку, у меня там баночка одна, без наклейки, я вам покажу, а то, и Руська тоже наклейки не удаляет, но такой клей, что нужно специально драть эти наклейки, да какая разница, они потом сами отклеются, пару раз консервацию сделаешь, у них пару раз постерилизуешь, и все будет нормально, эти перчики, перчика кусочки попадаются, это очень-очень хорошо, потому что, если просто, вот как знаете, как будто уже кто-то пожевал, все это перебито, как будто бы для беззубого ребенка, а так у нас здесь будут, вот так, полный, ой, ляпанула, полная баночка, ой, и закрываем, хоп, так, ну что, сейчас я вам покажу, какой же все-таки соус у нас получается на цвет, вот здесь хорошо видно, смотрите, он такой, ну, невозможно передать тут, потому что света не хватает, он красивый, такой, знаете, темно, получается малиновый, вот такой цвет соуса, зелень, видите, даже не черная, зелененькая такая, стынет, посмотрим, что будет, горячо, вот такой соус мы приготовили, из вареной сливы, очень вкусный, такой, в меру острый, но ароматный, ароматный, потому что мы здесь, извините, использовали три травы, мяту, базилик, и кориандр, кинзу зеленую, если у вас нету этих трав, вы можете использовать сухие специи, все, мои дорогие, я на этом с вами прощаюсь, надеюсь, вы приготовите такой соус, для этого соуса можно использовать сливу не очень качественную, такую, знаете, маленькую, побитую, подгнившую, обрезали, и вот с обрезочек сливы можно приготовить такой вкусный соус, желаю вам приятного аппетита, мои дорогие, сердце, Продолжение следует...